Всем привет, друзья! Привет из Болгарии, привет из Скалска. Доброе утро! Очень интересная тема – чаевые в Болгарии. Я часто читаю, люди платят, израильтяне платят много, дают много чаевых. Ну, господа, золотое правило чаевых – вы хотите, даете чаевые, вы хотите, не даете чаевые. Это личное ваше право. Сколько вы даете чаевых? Не даете их вообще? За что вы их даете? Личное дело каждого. Здесь нет какого-то алгоритма, здесь нет какого-то четкого правила. Надо, не надо. Вы решаете, за что вы даете чаевые. Я вам скажу, что первый приезд в Болгарию – все прекрасно, все замечательно. Приезд как турист, в любом случае как турист, хотя мы приехали по делу, мы приехали покупать дом, совершать сделку, и поездка была целевая. Но это же, конечно, экшен, пуш, энергия, гостиница, все новое. Первый раз в Болгарии. Ну как же это? Мы же израильтяне, культурные люди. Надо давать всем чаевые. Нормально. Я в Израиле каждый раз, приходя в кафе, мы даем чаевые. Ну, это принято. Хотя понятие принято, я его очень не люблю, это понятие принято. Нужно давать. Нет. Ничего никому не нужно. Хотите давать – даете, хотите не давать – не даете. В Израиле совсем по-другому, там, как бы, и вообще в некоторых местах чаевые включены в счет, когда вы получаете счет, и внизу написано, что 10% удержаны за чаевые. Ну, ненавижу я вот эту ситуацию. Извините. Она меня реально бесит. Почему я кому-то должен что-то давать, и почему мои деньги уже вписаны в счет? Я же, не знаю, получил я хорошее обслуживание. Не получилось, меня уже удержали 10%. Но, опять же, есть вещи, которые, ну, наверное, я не буду ходить в Израиле в такие заведения, где уже вписаны 10%. Потому что нас никто не заставляет. Сфера обслуживания для нас, а не мы для этой сферы обслуживания. Мое мнение, опять же, я всегда высказываю только свою точку зрения. Друзья мои, и она может совпадать с вашей точкой зрения или не совпадать. Моя, моя точка зрения. Вот. И скажу вам честно, сервис в Болгарии в обслуживании, он невысок. Если мне сказать больше. Например, к примеру, что мы сидим в гостинице, заказали чай. В какой-то случайности приносят чашечку, на ней блюдечко, на ней пакетик с чаем. Замечательно снимается блюдечко. А где вода? Воды нет. Потому что официантка просто забыла ее налить. Бывает. В случае, мы сидим в кафе со знакомым, заказывается блюда, нам блюда приносят, знакомый ждет. И нам как-то неудобно. Мы кушаем. Подзывает официантку. Она просто забыла. Она просто забыла, что человек заказал. В итоге потом, когда человек заказал, уже начинает немножко нервным голосом говорить, а я как бы заказал блюдо, он говорит, а ой, а кухня закрывается через 15 минут. Ну, нормально. Сервис. Можно ли дать после этого чаевые? Как вы думаете? Нет. В Болгарии очень принято везде платить, и не только в Болгарии. За любое обслуживание платим мы карточкой. Замечательно. Покушали. Подходит Витсан. Как вы платите? Брой или карта? Брой – это наличные. Карта. Вам приносят терминал. Подкладывайте карту. 28 лев, 30 статинок. Вы оплачиваете. Замечательно. Вам у вас оставлена книжечка для официанта, и вы уже решаете, дать им эти деньги или не дать. А вдруг у вас не оказалось никаких денег? Ну, прекрасно. И оказалось, не оказалось. Все. Не знаю, заработал он деньги, официант не заработал. Я думаю, что в Болгарии официанты не работают за чаевые. Хотя, опять же, я не знаю районы побережья, я не знаю, что там происходит. Ну, я знаю те вещи, которые я знаю. В Израиле есть очень много мест, где официанты работают за чаевые. Где официант знает, что отработав свою смену, он может положить карман на 100 долларов и больше. Но все зависит от того, как он работает. Улыбается, не улыбается. Какое место. Проходное, не проходное. Я особо никогда не заглядывал в эту тему. Потому что она меня не касается. Я иду в заведение. Если хорошее обслуживание, мне все нравится, я оставляю чаевые. Если что-то мне не нравится, я могу оставить очень мало чаевых или не оставить их вообще. И у меня нет каких-то сантиментов. Ой, бедные официанты, они должны заработать. Да нет такого, бедные официанты. Друзья мои, есть сервис. Вы получили этот сервис или вы его не получили. Все просто. Вот для меня. Я читаю в фейсбуке, в некоторых группах, что вот, израильтяне отставляют 20%. Не знаю. Хотите, оставляйте 20%. Хотите, 10%. Дайте большой счет. Может, вам девочка понравилась. Может, она не так улыбнулась слишком. Меня лично волнует обслуживание и качество пищи. Первый критерий для меня в качестве пищи, в заведении, если мне не принесли быстро блюда. Если мне быстро блюда не принесли, значит, его готовят. А если вы заказали утиную ножку с каким-то сложным гарниром, и вам его принесли через 12 минут, а как эта утиная ножка за 12 минут могла быть приготовлена? Вот скажите мне, пожалуйста. Скорее всего, она просто была разогрета. И в тот момент вы смотрите на зал заведения. Очень важно посмотреть на зал заведения. Если зал полон, много людей, значит, наверное, либо разогревается, либо... Да нет, вы знаете, если это какой-то рыбный ресторан и рядом пруд, то, скорее всего, рыба ловится, проходняк, быстро, все хорошо. И вы уверены, что вы получили хороший свежий продукт. А если заведение пустое, вам принесли венские шницы, через 12-13 минут, через 8 минут, то его просто разогрели в микроволновой пище. Ну, а за что здесь платить большие чаевые? Подача блюд. Улыбка официанта. Мне не надо, что официант передо мной стоял, положил руку за спину и наливал мне напитки. Спасибо, уважаемо, приятно. Но прежде всего, если официант не улыбается, много чаевых он никогда не получит. В Болгарии не все официанты улыбаются. Более того, что не так редко часто я вижу улыбки у официантов. Но, опять же, первые приезды, все хорошо, мы оставляем там. Ай, господи, ребят, дешево для нас из Израиля, после израильских кафе, где вы за кружку пива и тарелочку картошки фри платите, там, не знаю, 25 долларов, болгарские цены вас удивляют. Меня они удивляли. Сейчас они меня не удивляют. Я сравниваю. Я был в разных заведениях. И поэтому я оставляю иногда. Достаточно часто, практически всегда я оставляю, и вы. Но размер чаевых будет зависеть от тех критериев, которые я сказал раньше. Первое. Улыбка. Официант. Раз. Второе. Подача блюда. Качество пищи. Что еще? Ну, еще как-то. Я не задумываюсь. Красивая девочка? Да нет, я не оставлю. Ну, много девочек красивых и разных. Если я получил удовольствие от похода в кафе или ресторан, 10-15 процентов. Не важно, какой счет. Счет будет 100 лев. Я дам 110. Опять же, если меня все устроило. И вот, опять, совсем недавно мы были в Дряново, в достаточно интересном месте, кемтавр. Я не рекламирую. Место хорошее, чистое. Хорошая подача. Разогревают. Было вкусно. Мужчина-официант. Мы были вообще одни в зале. Ну, но с другой стороны, друзья, когда подходит официант и от него есть запах пота, это неприятно. Очень неприятно. Я не знаю, почему, но я считаю, что если от официантов плохо пахнет, ну, вообще не то. Ну, не то. Зачем продолжать? Вы все прекрасно поняли. Я не знаю. Вот. И хамство. Не знаю, да нет, здесь я никогда не встречал в Болгарии хамство официантов. Меня единственное встречал, когда официант подходит, такой серьезный, он смотрит на вас вот так вот, стоит, как будто он готов к какой-то войне, елки-палки. Война. Я смотрю, ну, еще что не улыбаешься, мне уже страшно, когда ты подошла. Кухня прекрасная. Все хорошо. Официант стоит такой, ух, как солдат. Все, он пришел, он должен записывать, запоминать. Улыбайтесь, официанты, если вы меня смотрите. Вы всегда заработайте своей улыбкой. Прежде всего. Может быть, кухня будет не такая хорошая, но улыбкой вы заработаете свои деньги. Поэтому, кто сколько дает, ваше право. Я не могу рекомендовать, дайте деньги, дайте чаевые, не давайте чаевые. Никак не могу, я высказываю свою точку. Я даю, да, я часто плачу карты. Если мне понравилось, я всегда имею с собой в кармане наличные деньги, чтобы оставить. Более того, если мне понравилось, я спрошу официанта, извините, у меня нет наличных. Вы можете добавить еще 7% на ваш счет для вас. Я уважаю любую сферу обслуживания, вне зависимости, сколько они зарабатывают. Это будет нищая страна, это будет богатая страна. Я всегда уважаю людей, которые вокруг меня. Будь то уборщик, официант, водитель такси или что-то еще другое. Вот я всем рекомендую уважать. Потому что иногда, ой, а кто они такие, почему я должна им давать, или я дам тебе с барского плеча. Но, друзья, это не признак какой-то культуры. Но это ваше право. Часто эти обсуждения, рычаевые, вот, евреи приехали, они везде дают, это расслабляет. Ну вот, поэтому с нас уже на нас так смотришь, что да, они не дали. Да, не, ребят, чушь собачья, извините. Мне привезли мебель. Если, ребята, я попросил занести в дом, я понимаю, что тяжелая вещь, 50-60 килограмм, подняться по пяти ступенькам, это работа. И никто им за это не платит. И если они, как бы, это сделали, я могу оставить людям несколько лев. Это просто уважение к ним. Они поднимали тяжелую стиральную машинку на ступеньке или спускали со ступенек. Но если мне привезли и оставили у ворот, конечно, я никаких чайных не дам. А размер? Ну, размер сами решайте. Кто-то там, а я крутой, я дам вот там 25 лев или 50 лев. Давайте, ваше право. Поймите, вы находитесь все-таки не в той стране, где культура чаевых это принято. Нет. В Болгарии нет. Во многих странах нет. Америка. Да, Америка это страна чаевых. Там все, все делают за чаевые. В любое действие вы можете зайти, и в туалет вам откроют дверь. Человек, который будет стоять внутри, будет смотреть на вас такими глазами. У него в глазах будет написано доллар. Я не дам. Я сам могу открыть дверь в туалет. Туалет это вообще личный. В ресторане, в Соединенных Штатах, я очень часто туда ездил, но это просто принято. 10-15 процентов, да, вы всегда заложите в счет за обслуживание. И если в Америке вы не оставили чаевых, значит, произошло что-то невероятное. Тоже, но Израиль тянется за Америкой, Болгария совсем определенно другая страна. Поэтому, мое золотое правило, я уже сказал, мне понравилось – даю, мне не понравилось – не даю. Все просто. Я человек нестеснительный. А вам уже решать, как вам поступать. Больше, меньше. Не могу ничего рекомендовать. Высказал только свое мнение, друзья. Если понравилось, подпишитесь на канал. Расскажите друзьям. И хорошего вам дня. Будьте здоровы и удачи. И иногда давайте чаевые. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!